Добрый день, уважаемые коллеги! Это обзор рынков от компании Тикмил и семья Артур Идиатурин. На этой неделе состоится сразу три заседания центральных банков ФРС Банка Японии и Банка Англии. И первой примечательной реакцией на рынке стала ликвидация части позиций по золоту. Начало тренда было заложено еще на прошлой неделе, когда вышло сравнительно позитивное счет по розничным продажам в США. Однако фундаментальный эффект от потребительских данных легко спутать с коррекцией актива, который лишь мог протестировать уровень сопротивления более чем годовой давности. Это уровень сопротивления, который был обозначен в апреле прошлого года. На дневном графике, который представлен на экране, также заметны проколы, то есть характерные такие хвосты свечей в точках разворота котировок. И, отвлекаясь от технических паттернов, эти проколы могут характеризовать увеличение волатильности внутри дня, то есть высокую вовлеченность как продавцов, так и покупателей, что тормозит развитие текущего тренда. Удорожание золота в конце мая, захватившее и начало июня, было вызвано переоценкой перспектив позитивного исхода торговых переговоров между США и Китаем и, как следствие, повышением шансов трехкратного сокращения ставок ФРС к февралю 2020 года. Необходимость проводить связь, прежде всего, с курсом денежной и кредитной политики ФРС с золотом, а уже затем к расположенностью, к риску инвесторов и другим факторам, может объясняться следующее. Так как золото является бездоходным инструментом, то есть по нему отсутствуют потоки платежей, то его инвестиционная привлекательность обратно пропорциональна альтернативным издержкам держания его, то есть процентной ставки по безрисковым инструментам. В данном случае, например, можно брать казначейские облигации США. Однако для корректной оценки альтернативных издержек необходимо учесть и ожидаемую инфляцию, так как инвестору должна волновать покупательная способность денег, которую он получит в будущем от инвестиций. Логично предположить, что если ставка по бандам равна, например, 2%, а ожидаемая инфляция составляет 2,5%, то, вложившись в банды, инвестор будет терять деньги, то есть, по сути, купит меньшую корзину товаров в будущем, чем сейчас. Рынок казначейские облигации США предлагает нам удобный инструмент для отражения исследуемой зависимости. Это индексируемые на инфляцию казначейские облигации США. На данном графике представлены 10-летние облигации данного типа, точнее, их доходность. И также наложена цена золота. И можно видеть, что реальная ставка, которая как раз-таки отражается доходностью по этим бандам, и котировки золота, то есть, цена золота, они находятся в тесной взаимосвязи друг с другом, ну, то есть, хорошо отражают, ну, в зеркальном порядке друг друга. С падением реальной ставки золота росло в цене, и наоборот, причем, с падением реальной ставки в отрицательную зону, как это произошло после кризиса 2008 года, удорожание золота было особенно сильным. Розничные продажи в США, опубликованные в пятницу, чуть выправили ситуацию после слабой инфляции. В среду нового витка раздора между Китаем и США, инициированного Трампом, продажи в контрольной группе с упором на дискреционные покупки, и продажи, исключая топливо автомобиля, выросли на 0,5%. Апрельские показатели были пересмотрены в сторону роста. Примечательно, что апрельский показатель был пересмотрен с минус 0,2% до плюс 0,3%. Таким образом, розничные продажи росли 3 месяца подряд. Принимая во внимание, что Фрейс не давал четкого сигнала к понижению ставок, и всего лишь сообщил о готовности делать все необходимое для поддержания экспансии, рост шансов трех сокращений ставки к февралю 2020 года, который сейчас закладывается фьючерсным рынком, представляется немного преждевременней. И растет вероятность развития отката в ожиданиях после заседания ФРС. Для которого сейчас наиболее оптимальна нейтральная позиция. Основной компонент ВВП потребления продолжает держать экономику США на плаву, как показывают розничные продажи. Не вызывая у ФРС ощущения срочности в смягчении политики, хотя планы на это определенные есть. Производители в США также не были деморализованы торговыми угрозами Трампа, увеличив выпуск майонной целых 0,2% впервые за 2019 год. Тем не менее, сейчас фьючерсы на ставку по федеральным фондам оценивают шансы сокращения ставки в июле в 67%, но еще месяц назад они составляли всего лишь 23,2%. На сегодня у меня все. Спасибо за ваше внимание. Увидимся с вами в среду.